Книга «Открытым оком», тема «Святая Библия», 7-й том, вопрос 1990. Такое почитание святым мощам, разве не было известно апостолам? Может это от древности нам передано? Отвечает Игнатий Тихоныч Лапни. У Бога есть всеобщий закон, на который непрерывно день и ночь абсолютно везде наползает и наплывает неверие. Этот закон касается всех грешных и праведных. Но презрители этого установления Божия настолько срослись со своими нарушениями и возвели этот обычай в святость, что выйти из этой беды уже вряд ли нам удастся. Еще предстоит на суде Божьем увидеть тех святых, чьи мощи терзали, дробили и расчленяли, развозили, вмонтировали, в кресты, мощевики, в иконы, в здания, в платы, вшивали. И что тогда скажут эти презрители закона Божия? Эти святые не давали своего согласия, чтобы их мощи дробили, пилили, резали, пусть даже и с молитвой. Бытие 3.19 В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься. Иова 3.4.15 Вдруг погибла бы всякая плоть, и человек возвратился бы в прах. Иекклезиас 3.20 Все идет в одно место, все произошло из праха, и все возвратится в прах. Иекклезиас 12.7 И возвратится прах в землю, чем он и был, а дух возвратится к Богу, который дал его. 1 Макавейсик 2.63 Сегодня им он превозносится, а завтра не найдут его, ибо он обратился в прах свой, и замысел его погиб. 3 Едер 7.32 И отдаст земля тех, которые в ней спят, и прах тех, которые молчаливо в нем обитают, а хранилище отдадут в веренные им души. Принцип жизни и сегодня для многих – жить, грешить и не болеть. И только бы не болеть, а уж получить исцеление, как и от того, болящему разницы нет. Вот и почитают не только мощи, но то место, где было тело, где истекло что-то из мощей, трупа. Пример жития святых. Савва Сербский, 12 января И вскоре после унесения мощей, один расслабленный чернец по имени Неофит прилег на деревянных досках, которые были при гробе святого Саввы. Прикосновение к всем древам принесло ему внезапное исцеление. Сие чудо принесло великую радость болгарскому народу. Чудозворная сила святого Саввы сохранилась на месте его погребения и по унесению его святых мощей. И после совершалось много чудес на месте, где стоял гроб святого Саввы в храме сорока мучеников. Кирилла, 11 мая Все провожали со слезами такого доброго учителя и пастыря, бывшего для всех всем, чтобы приобретать хотя бы некоторых. Ты, святая и честная глава, свыше в своих митлых молитвах воспоминай нас, тебе призывающих, и избавляй от всех напастей своих учеников, распространяющих Христово учение и обличающих ереси, чтобы, выполнив с достоинством свое звание в этой жизни, стать с тобой и твоему стаду одесную сторон Христа, Бога нашему, получив от Него жизнь вечную. Следующее житие святых. Так безутешно рыдал имфимиан, терзая седины свои. Аглаиада, Аглаида, слыша рыдание мужа, узнавшего умерший нищий из ее сын, открыла двери своего затвора, в разодранной одежде, устремив полные слез глаза к небу и воровая распущенные волосы, она шла среди толпы, теснившегося народа, говоря, «Дайте мне дорогу, чтобы я могла видеть надежду мою, обнять возлюбленного моего сына». Подойдя к Адру, она склонилась над телом сына своего, обнимала его и целовала со словами «Увы мне, господин мой, чадо мое сладкое, что ты сделал? Зачем доставил нам столь великую скорбь? Увы мне, светочей моих, как ты не открылся столько лет, живя с нами? Как не жалился над нами, постоянно слыша наши горки и о тебе рыдания?» Невеста, 34 года, прожившая без жениха и носившая в знак печали черной одежды, также пал на честное тело, омочая его ручами слез, с любовью лабызая, она горько неучешно рыдала, говоря, «Увы мне, горе мне». Ее рыдания и скорбные жалобы возбудили в присутствующих слезы и плакали все вместе с невестой и матерью. «Царь и папа повелели нести одежды с честным телом человека Божия и поставить его среди города, чтобы все могли видеть его и прикоснуться к нему. И когда это было исполнено, сказали народу, «Вот мы нашли того, кого искала вера наша, вера ваша. И собрался весь Рим, и все прикасали к святому, лабызая его». Следующий пример жития святых – Афанасий Афонский, 5 июля. «А когда совершали над ним похоронные песнопения, то из его раны, которая была на ноге, вопреки природе вытекла кровь. Кто когда замечал, чтобы из раны трехдневного мерцветца истекала кровь? Заметивши это, некоторые из почтенных старцев собирались всю кровь в полотенце и помазались елею, как великую святыню на благословение». Стихотворение «Отрада смерти страждущим дана, вы побелели странники от пыли, среди врагов в чужих краях вы были, но вот вам отдых, мир и тишина. Гора полдневным солнцем сожжена, русло кедрона ветры сушили, но в прах отцов вы посохи сложили, вас обрела родимая страна. В ней спят цари, пророки и левиты, блаженные обитатели и я, всех, что в чужбине не были убиты, сбирает милосердный судья. По жестоким склонам каменной плиты стоят раскрытой книгой бытия». И А. Бунин, 2008 год А. Бунин, 2008 год А. Бунин, 2008 год